Друзья, мы сейчас побываем с вами на предматчевых тренировках звезд единой лиги ВТБ. Пообщаемся с российскими игроками. Для них я подготовил квиз о матчах всех звезд единой лиги ВТБ. Андрюха Лопатин, конечно же, наш хедлайнер, хедлайнер этого выпуска. Проведем хорошее время и будем готовиться к главному событию этого дня. Матчевских звезд, естественно. Ну а что вы думали? Погнали! Друзья, ну и вот, не договариваясь, захожу я в зал и знаете, кого я вижу? Единственный представитель МБА на площадке сегодня. Это Андрей Лопатин. И вот он. Это Анна Васильевна. Вот, короче, это Андрей Лопатин и он в такой вот невероятной джерси. Мы жестко заметчились, да, в розовеньком. Слушай, у тебя какой-то есть эксклюзив, эксклюзив какой-то в честь сына, да? Ага. Так, имя у тебя сына. А номер чей? Номер. Дата его рождения. Я под единственным играл, но, е-мое, дата рождения. Ну, ты видишь, все крутые чуваки. Нет, отсылки есть, да? Ты единственный представитель МБА и тебе отдуваться теперь за всех, понимаешь, на Матч всех звезд. Прикольно. Прикольно? Да. Покажешь шоу? Да. Все, давай. Сегодня мы проведем с Андрюхой весь день. Ты меня потом в раздевалку заведешь, сокровенно. Да. Все, кайф, давай. Супер рэперский стиль. Александр Плутунов. Так, дай дальше, дай дальше, дай дальше. Это же Джей Архолдер. Ребят, знаете, когда я играл в Суперлиге, у меня было два воспитанника. Максим Личутин и Кирилл Савин. Здорово, Кирюш. Он на Матч всех звезд ушел из-под моей опеки и на Матч всех звезд. А Максим Личутин знаете где? У кого лучше путь произошел? Но Максу все равно мы желаем удачи. Аня Васильева. Да, это она. Виктор Павленко. Тебе не показалось, что в этом году какой-то не особый такой интерес к Матч всех звезд был? Вот в прошлом году как-то более ажиотажно было? Нет, мне так вообще не показалось. В этом году подготовка к Матчу звезд включала в себя уникальнейшее событие. Мы провели в прямом эфире драфт на Матч звезд. У нас два тренера пришли к нам в студию на английском языке. Стоп, стоп. Транслейт, пожалуйста. Транслейт. Еще один мейч. На самом деле у них вся команда розовая. Дмитрий Кулагин. Как тебя? Очень хорошо. Очень актуально. Очень модно, стильно, молодежно. Ну что, у вас простого? Это цвета победителей. Цвета победителей. Спасибо. Говорят, что у нас есть время чуть размяться, побросать. И у нас очень серьезный настрой. Слушай, ты в последнее время очень круто выступаешь в 1-й лиге РТБ. Наказал ЦСКА. Можно ли вот ждать сегодня бенефиса от Дмитрия Кулагина? Потому что я с тобой знаком с пеленок. Вообще, ну и ты всегда устроил шоу. И на Матч всех звезд не хватает самого простого. Шоу от какого-то яркого игрока. Я понимаю, что у вас в команде сегодня Савьер Раттен Мейт, который готовится с 15-го числа. Но можно сегодня от Дмитрия Кулагина ждать бенефиса? Последняя у нас была Россия. Мы играли с тобой за одну команду, за Тимирейльскую. Ты убегаешь в отрыв и делаешь, как Скотти Пиппин в олимпийской сборной. Подбрасываешь между рук и забиваешь реверс данка. Сан Плат, Саня Плутонов, представитель Пармы на Матч всех звезд. Какой для тебя это Матч всех звезд? Если не считать гордой молодежной командой, то первой. А с дебютом? Откуда у Пармы такая вот фан-база невероятная? Ну, я думаю, что, честно говоря, этому удивляться не стоит. То есть, если посмотреть на матчах по 7 тысяч болельщиков, и даже если половина из них проголосует, это уже победная ситуация. Слушай, ну мне нравится, когда вы еще после игры, после, кстати, победы и поражения, все равно отбиваете круг отчета болельщикам, да? Да, на самом деле, разговоры шли когда-то об этом, то, что после поражения, может, не надо отбивать. Мы говорим, нет, ни в коем случае. Надо всегда отбивать, потому что болельщики приходят. И даже какой бы ты расстроен ни был, обязательно надо поблагодарить их. И такая вот у нас традиция сложилась, и уже много лет она сохранилась. Очень круто. Говоришь, Сань, я говорю, смотри, все это уже челлендж Холдена выполняет, он в восторге. Андрей, я правильно понимаю, что ты уже выполняешь челлендж J.R. Холдена? А что за челлендж, я не знаю. Ну, такие вот длинные шорты. Он же был твоим партнером по команде. Ты у него спрашивал, почему у тебя J.R. такие длинные шорты? Я не понял юмора, честно. Юмора никакого. Отличные, отличные шорты. Ну, форма настолько огромная. Форма вообще Barbie style. И форма вообще огромная, классная, настоящая. Настоящая форма, я считаю, должна быть такой. Тебе нравятся шорты? Конечно. Длина? Длина шикарная. Как у Hot Sauce. Вот Hot Sauce ты знаешь, а про J.R. даже ничего не сказал. Ну, не первый же J.R. Так что это N1. Микс-тейпе, смотрите. Йо, это Big Snoop Dogg, проверяем на N1 микс-тейпе номер 3. Самый опытный игрок, поздравляю. Ты сравнялся с Никитой Курбановым по представлению на Матч всех звезд. 6 у тебя, да, теперь? Я не считал, но это круто. Если это круто, это круто. Это круто, конечно. Что у тебя с лицом? Ну, нормально. Просто маску решил примерить. Говорят, сейчас модно, она помогает. Вот, кстати, стильно, стильно. И на Матч всех звезд так не надо. Все, ты подгот... Как у Костя Дзю. Да, как у Костя Дзю. Ты подготавливаешься. Причем я Андрей Константинович, если вы не знаете. Хорошо. Как у Костя. То есть ты подвел то, что он где-то родственник будет, правильно? Вообще, да. Я только что вернулся с Матча всех звезд Единой Лиги ВТБ, и мне нужно уже готовиться к следующему. Поэтому мне прислали мои друзья из Kinesh Sport новую пару обуви. Любимые Анты. На этом Матча всех звезд я уже был в новеньких Антах Shockwave 5 Pro, но мне прислали еще более сильную обновку. И это... Вот такие, ребята. Просто пушечные. Разноцветные. Смотри, да, смотри. Один кроссовок оранжевый и желтый, да, Глаш? А другой? Синий и зеленый. Да, бирюзовый. Друзья, чтобы заказать вот такие вот кроссовки, пользуйтесь обязательно моим промо-кодом викторпи. И знаете, на что еще нужно обратить внимание? На бонусную карту. Благодаря бонусной карте вы можете экономить по несколько тысяч на кроссовке и покупать экипировку по самой низкой цене на баскетбольном рынке. Переходим по ссылочкам в описании. Там все есть. И закупаемся правильной кроссовкой. Всем Kinesh Sport. Пока! Человека, которого сравнивают с Леброном Джеймсом. Антон Глазунов. Как в таком возрасте попасть на Май... Попать. Попасть на Майс всех звезд. Надо, короче, 37 лет. Спасибо. Кстати, ты знаешь, сколько российских игроков на Майс всех звезд участвует в этом году? В этом году? 8. 8, да. Платунов ответил, потому что я его подготовил. Да нет, на самом деле знал. Ну, как ты думаешь, то, что 1 третья от всех участников, это нормально? Или можно было хотя бы 12? Ну, можно было вообще добавить. Спасибо. Я тоже за это. Жень. Жень. Женя Беленков, здравствуйте. Да, участник SlonDun Contest. Что у тебя на спине? Мои вопросы в щиткомате. А, Джексон. Реально? А ты знаешь, что Евгения Пашутина примерно так выражал? Нет, я не знаю. Сегодня ждать что-нибудь? Тут такое экстраординарное. Я выигрывал это слово. От тебя. От меня. Ну, не зря же ты здесь? Ну, не знаю, но через пацаны из команды предлагали, че есть картошечку какую-нибудь перекрыли. Так, отсылка к тому, что ты... Да, с Белоруссией. Хорошо. Такого не будет, скажу сразу. Потому что не нашел мешка большого такого. Все верно. Ну, удачи на SlonDun Contest. Всем спасибо. Ну, Джексон, че? Ну, не Майкл. Правильно понимаю, что сегодня у вас будет батл с братом, как обычно, или нет? Естественно. Как ты думаешь, кто выиграет? Я помню, что ты всегда был как-то более, знаешь, как настырней. И в очных дуэлях любил выигрывать. Вот команду, не знаю, у них человек с 15 числа тренируется. Готовится. А, да? Да. Ага, ну, здорово, здорово, но молодцы. Слушай, а для тебя это какой матч с подсчетом? Третий. Третий. А, то есть ты уже опытный. Бывалый. Бывалый? Здрасте, всем привет. Вот так? Хорошо, да, я к тебе еще подойду. Ты у нас уникальный. Ты у нас уникальный. У нас хорошие игры. Спасибо большое. Да, и... Ну, ты понял. Это будет интересно. Да. Друзья, на тренировку элита подъехала. Спасибо. Здорово. Вам очень здорово. Ой, ну... Слушай, рад тебя видеть. Сейчас я вернусь. Как быстро он стал вот тем самым, вот как я. Вы поняли, да? Андрюха Мартюк. Вот мой любимый игрок, я вам уже говорил. Да, спасибо. Он поправил свою прическу и мою. Друзья, я подхожу к Антону Асапковичу. И он говорит, и он говорит, ну что, ты подготовился сегодня? Нет, я не подготовил. Все равно не подготовил. Я был уверен, что ты мне скажешь. Давай еще раз посмотрим, как сравним с прошлым годом. Ну, а ты знаешь, что сегодня праздник? Какой? Год основания Лиги Плохих Баскетбольных Шуток. Ровно год назад мы же придумали с тобой. Я тебе задаю вопрос, а ты должен на него как-то пошутить. И ответ какой-то шутливый. Можно кринжовый, можно какой угодно. В твоем стиле. Давай. У меня что ли начало? Конечно. Серьезно? Ну, вон на том стуле. Да. А там перед перед самым... А, ты с Андрюхой теперь записываешь. Нет, первый был ты. И вот у меня есть Блиц. Блиц? Да. Блин, давай. В каком году прошел первый матч всех звезд? Так, получается... Блин, да, неплохо. Так, в каком году прошел первый матч? Хорош. По 2016. Нет. По 2018. 2017. По 2016. 2017. Семнадцать. С какого тебе лет было? 17. Спасибо. 19. В 2018. В 17. Почти. 17. Хорош. 18 год в Сочи. Да, все верно. Где прошел первый матч всех звезд? В Сочи. Хорош. Ты был? Нет. Правильно. Сочи. Хорош. А в каком году? В 17. В Москве. Может, в Сочи? В Сочи. Хорош. Реально? Да. Ты потренировался? В Сочи. Машину? В Сочи. Кто был главным хедлайнером на втором матч всех звезд в Санкт-Петербурге? Андрей Вранцевич. Исполнителем? Да. Как всегда, я исполнитель. Ты что? Баста. Рэпер. Рэпер? Л-1. Л-1. Рэпер. Рэпер. Я был там. Я не подсказываю даже. В каком году был представлен официальный мяч Экобол, которым играет по сей день? В 19-м. Машина какая. В 20-м. В 19-м. Я помню, 2 года назад, наверное, это было. Понял. В 19-м. Потому что он много с мячом возится. Не знаю точно. Но скажем, года 4 назад. В 19-м. Почти. В 19-м. Арифметика с Атоном Остапковичем. В 2020-м. В 19-м. Опа. Опять угадал. Успел. Какие две команды были на прошлом Матч всех звезд? Новая школа и старая школа. Машина. То, что ты участвовал. До 30-ти и после 30-ти. Как назывались? Первый. Красный и синяя. Как ты? Как ты все знаешь? Просто разбираюсь. Мне кажется. New school и old school. Машина. Рекорд по набранным очкам Матч всех звезд. У Фридзона? Да. Там Вэриан Белил. 57. 57. Амбелил Блатуф. Виталий Фридзон? Сколько? Чрица. Да. Сколько? 57. Хорош. Фридзон? Так. Я сказал? Да. И... Что-то, по-моему, около 36. 57. 57. Да, около 36. Ну, выше. Нет, все верно. Конечно. Раз говорю Виталий Фридзон. Сколько? Ну, вот сколько, я не помню. Мне кажется, это было больше 40. 57. 57. Первый MVP Матч всех звезд. Андрей Воронцевич? Хорош. Легче. Андрей Воронцевич. Я Воронцевич? Я ворону пик. Сева. Хорош. Воронцевич? Андрей Воронцевич. Спасибо. Спасибо. Последний MVP Матч всех звезд. Малик Дима. Мог быть я? Так. Да, центровой, из Пармы, да, лучший, лучший. Малик Диме. Как? Малик Диме. Диме. Дима? Из Пармы был чувак. Да, хорош. Но я не помню, как его зовут. Малик Диме. Малик Диме. Вырежешь, потом ставишь Малик Диме. Дим, Малик Диме. Малик Диме. О, right, окей. Малик Диме. Малик Диме. Хотим забить вон в той верхней части. Я забью с первой. С какой? С первой. Я угадаю эту мелодию с Семино. Не, не забьет с первой попытки. На что спорим? На спорим. А мы там что-то на что-то спорили. Конечно. На круг. Я даже помню, кто победил. Конечно. Конечно. Не приехал. На черную игру скоро? Я не приехал. Я его ждал в Казани, значит. Я ему проиграл черную игру. Я думаю, что в черную колесе проиграл. Кул. Икру ему подгоню. Еще обещал чего-то там. Игристое. К икре. И он ко мне не приехал. Вот такой вот. Давай про первую попытку. Вторые попытки думаешь? Короче, давай у нас у каждого три попытки, чтобы было. В общем, у каждого три попытки. Потому что это невероятно сложный бросок, ребята. Я не знаю, на какой высоте. Эрти, вы чало. Тюс, смотри. Задатка хорошая. Ой-ой-ой. Ну, надо ножками задумать. Это сейчас как вы это? Обнулилось? Да. Все. Я вернул должок. Я правильно понимаю, что вы не идете друг другу в гости теперь? Ну, походу, пойдем. Потому что когда кто-то кому-то должит, не ведется. Я надеюсь, что когда-нибудь мы с ним встретимся. Потому что после сезона Дима не найдешь. В раздевалочку. В раздевалочку? Что покажешь? Покажу, где игроки сидят. Слушай, Мария Залознова. Здравствуйте. Здравствуйте. Придумала, наверное, цвета. Можно считать, что да. А, ну, если что, увольте ее. Ну что, где твое место? Вау. Это ты эффект такой? Да, красиво. Так, лопатинари. А почему здесь не подписали то, что у тебя сын есть? Это не как в ЦСКА, да? Да, в ЦСКА чуть по-другому. А где лучше, раздевалка, в ЦСКА или в МБА? В МБА, конечно. Оставляем у нас весь сезон. Мбатинцы. Ну, уже интересно, вот кинопоиск, я надеюсь, что... Так, хорошо. Ты оформил подписку? Ну, вот у меня нет, я надеюсь, что как-то вот... Может быть, участникам матча выдадут промокодик? Да. Да. Хорошо. Было бы круто. Да, ну все. Так, ну что, ты мне передаешь нам матч свое джерси? Да. О, просто расслабь, ну расслабь, конечно, ты же гангстер, понимаешь? Вот. Так, это эксклюзивные кадры, как фотосессия Андрея Лопатина. Руку вот сюда положи, ты же гангстер. Нет, ну... Вот. Ой, 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 ой. Я думаю, хватит. Положи сюда руку, и убирай. Знаменательный момент. Мед, сметана, орехи. Все, я... Я снился, кстати. Я экипирован на матч всех звезд, и мы с Андрюхой будем делать шоу. Друзья, розыгрыш. Чтобы выиграть этот джерси Андрея Лопатина, вам нужно написать в комментариях, как Андрей должен был обратиться к главному тренеру матча всех звезд, Эмиле Райковичу, чтобы он его выпустил на площадку. Поэтому пишите в комментариях, и лучший комментарий выиграет этот джерси. Let's go! Тренировались, блиц провели, теперь встречаемся на главном матче. Готовы? Друзья, вот такой получился выпуск. Как тебе, Лушань? Это была первая часть тренировки матча всех звезд, и скоро я уже выпущу вторую часть самого матча всех звезд. Поэтому поставьте лайк, Лушань. Обязательно подпишитесь, нажмите колокольчик. Это, кстати, колокольчик, нажмите. Не переключайтесь, ждем нового выпуска. Всем пока!